Друзья, всем привет! И мы переходим сразу к делу. Несколько недель назад я купил вот этот автомобиль BMW 520 в кузове F10 2016 года выпуска с пробегом 37 тысяч километров. Благодаря одному акционеру нашего канала, именно так я называю всех тех, кто на него подписывается, у меня есть возможность сейчас находиться в Солнцево в тайном месте. Именно так называется автосервис, куда я приехал. Сразу хочу сказать, это не на правах рекламы. То есть мы записываем по-честному. Мне человек его порекомендовал. Я изучил его живой журнал, где человек ведет свои заметки уже очень давно. У них специализированный сервис по BMW. И казалось бы, таких сервисов по Москве очень много. Но тут мы приезжаем именно к человеку за его знаниями, потому что ему действительно есть что рассказать. И вы сегодня об этом узнаете сами. И у меня была одна рекомендация. Промыть радиатор и заменить антифриз. Я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, где все люди, кому интересно модель BMW, задали вопросы про моторы, про чиповку, про надежность. Вот их я сегодня буду озвучивать. В общем, друзья, присаживайтесь. Я вам сделал максимально подробную подводку. Вы теперь понимаете, о чем пойдет речь. Ролик не проплаченный абсолютно. Никто вас за уши не тянет сюда ехать. Мы приехали получить полезную информацию и поделиться ей с вами. В силу того, что вот этот автомобиль я покупал, и на нем не было никаких защитных систем, а защитить-то его нужно. Покупать каско – это дороговато. Я решил сделать один старый проверенный способ. Вот он на правах рекламы, но я реально им пользуюсь, и эта защита стоит на машине. Давайте сейчас я вам расскажу, о чем идет речь. И после этого, без перерывов, мы продолжим уже с Сергеем. Будем общаться, будем знакомиться, будем снимать. Вопрос защиты от угона с этим автомобилем стоит относительно остро. С одной стороны, он действительно интересен для угонщиков. С другой стороны, уже давным-давно есть новый кузов пятерки, есть новая трешка. Тем не менее, покупая автомобиль, на нем не было никакой защиты, кроме штатной сигнализации. Я кое-что сделал. Но я вам про это расскажу, заходя, скажем так, издалека. Помните Андрея Кондрашова? Это тот самый человек, у которого есть своя лаборатория, где он делает авторские сигнализации. Я к нему приезжал зимой прошлого года записывать интервью. Тогда я приезжал к нему на Toyota Camry. Когда я покупал эту Toyota, на ней уже каким-то из владельцев был установлен механический блокиратор на рулевом валу под названием Garant. Вот я ему задавал вопрос, давайте я вам его напомню. Например, тот же самый блокиратор на руль. Как ты считаешь, с точки зрения, от кого это может спасти? Но тем не менее, замки, если преступник не готов к ним, они работают, причем довольно успешно. То есть, если он не готов, и для него это стало неожиданностью, они могут машину бросить. Таких случаев очень много. И как вы думаете, что у меня стоит? Тот самый Garant Pro от компании Freem. Парни, вот это доработанная версия. Как это выглядит? Вот такой штырь. То есть, здесь, с одной стороны, ты скажешь, и чего? Этот штырь сможет спасти меня от угона? Этот штырь реально сможет тебя спасти от угона? Потому что для угонщика это будет просто, знаешь, нечто непредсказуемое. Человек приходит, скрывает твой автомобиль за одну минуту, садится, запускает двигатель, пытается ехать, а там встает вот это устройство. И чтобы вот это устройство спилить, я вам серьезно говорю, придется не то, чтобы помудыхаться, придется просто замудыхаться. При этом, вот его ты даже не спилишь сейчас вот болгаркой. Чтобы угнать машину, нужно погрузить ее будет на эвакуатор, привезти куда-то в гараж, разобрать, наложить там защитные средства. И потом начать это все дело пилить. Возле дома твоего этого делать точно никто не будет. Как происходит установка? Я все записал на видео, посмотрите, как мне его поставили. Парни, на самом деле, все происходит оперативно. То есть, если вам нужен данный замок, к вам человек сам приезжает по удобному для вас адресу, все вам показывает, что идет в комплекте, как это работает, все вам детально рассказывают. После этого происходит установка. Открываем при клиенте, два ключика. Один запасной, второй ваш. Ну, с которым вы будете ходить. Карточка с кодом ключа. Это на случай утери ключа. Вот это важно. Если вы вдруг потеряли ключ от замка, то есть, соответственно, что нужно делать, нужно взламывать. Что надо делать? Звонить по телефону, называть код и сделают такой же дубликат, так понимаю, и приедет, человек сможет открыть машину. Как происходит установка? То есть, нужно полностью дверь открыть, человек подлазит под рулевое колесо, и там начинает, скажем так, мягко говоря, мудыхаться, потому что, сами понимаете, это не все так легко и просто встает. К чему я это говорю? Если вдруг предположить то, что тачку будут угонять, во-первых, опять же, нужно для комфорта угона полностью открыть дверь. Если вы ставите где-то во дворе, там между машин, где тяжело будет подлезть, опять же, для него это все будет геморрой. Смотрите, процесс установки самого замка прошел, заняло это примерно 7 минут. Вот он стоит, вы его видите, здесь идет пластиковый кожух, который все это дело закрывает. Спилить его бесшумно, как это можно сделать, просто с той же самой сигнализацией, когда работает профессионал, невозможно. Придется с автомобилем, как я уже неоднократно сказал, мудыхаться. Как вот я делал, у меня есть свой маленький лайфхак. Вот обратите внимание, допустим, я его установил. Возле моего дома есть высокий бордюр. Я к нему паркуюсь правой частью автомобиля, то есть пассажирской дверью. Но когда я, бывает, уезжаю куда-то, как так было с Тойотой, я автомобиль парковал другой стороной, то есть водительской дверью к бордюру. Что получается? Я запарковался, я вылазил с той стороны. Для чего я это делал? Я просто так, знаешь, представлял, что если машину будут угонять, вот они залезли, сели, завели машину, а раз, а руль-то влево-вправо не крутится. Чтобы спилить или попытаться хотя бы подлезть, посмотреть, нужно открыть дверь. А когда стоит высокий бордюр, хренушки. Таким образом, через какую-то пассажирскую дверь никто заниматься этим вопросом не будет, и машину бросят. В общем, механическая защита от угона от компании Флим Гарант Про установил себе, чего и вам советую. Подходит как на новый автомобиль, так и на автомобили с пробегом. Переходите по ссылочкам в описании, ссылаясь на меня, получите дополнительную скидку, хотя цены и так не кусачие. Реально поможет вам обезопасить ваш автомобиль и спасти его от угона. Друзья, знакомьтесь, Сергей. Сергей, здравствуйте, огромное спасибо, что вы разрешили к вам приехать, поснимать, да еще нас, молодых, научить грамоте по автомобилям. Сергей, вот у вас опыт большой в автомобилях, 20 лет вы уже разбираетесь. Вот можете мне рассказать на таком примере? Вот я вам сейчас буду давать вводные данные. Я решил купить автомобиль 520 N20 мотор, всем он известный, с задним приводом, для того, чтобы поэкспериментировать, понять, что такое BMW. Вот здесь начинается первое. Многие говорят, N20 это плохой мотор. Приезжаешь к официальному дилеру, это идеальный мотор. Запрыгиваешь в интернет, без нареканий, оценка либо 5 баллов, либо 5 с минусом, либо 4 с плюсом. При этом мы заезжали в сторонние автосервисы, там ребята рассказывают, что и на 10 тысячах моторы могут ломаться. Вот дайте, пожалуйста, вашу оценку по N20 мотору. Что касается 20 мотора, по цене и качеству, наверное, самый простой вариант, самый достойный. Но у BMW нет простых моторов, современных нет точно. Вот тот двигатель, который вы взяли для того, чтобы на нем поездить, наверное, еще раз, по цене и качеству оптимально, но зависит от года выпуска. Машина какого года? А вот машина у меня 2016 года. Если машина 2016 года, там, считайте, все детские болячки устранены. Устранены в отношении рестайлинга, правильно? То, что тут был первая версия F10. Там версии может быть больше, чем рестайла кузовов, потому что у BMW есть такое понятие LCI, это как раз и есть рестайл по BMW. Рестайл может быть только одним, хотя там были кузова, на которых было и два рестайла. А вот двигатели промежуточных рестайлов может быть на вскидку, ну вот на 63-м моторе, например, 4-й рестайл идет. Он идет сквозняком в несколько кузовов. Вот то, что у вас, это уже как минимум вторая серьезная доработка, а промежуточная доработка BMW может вообще не декларировать. Вот то, что у вас сделано, уже сделано очень хорошо на фоне моторов 2011-12-го годов. То есть я правильно понимаю, что если человек захотел рассмотреть автомобиль с пробегом на вторичке, то есть смысл смотреть 520-ю от 16-го года, с 13-го модельного. Вот с 13-го модельного там нет очень серьезных недочетов, прежде всего связанных с цепью масляного насоса. Вот 20-й мотор, высокотемпературный мотор. Официальный дилер сам даже рекомендует раз в 8 тысяч делать обслуживание. Я же читал в вашем блоге о том, что нужно ставить холодные термоза, то, что нужно заливать не оригинальное масло, а если не ошибаюсь, какое-то другое. Вот расскажите об этом поподробнее. Эти вещи в параллель идут. Что касается температурного режима, все двигатели современного BMW горячие. Горячее подразумевается температура рабочая, порядка 108-111 градусов. Это вообще очень больная тема моторов BMW. Подробнее она в блоге раскрыта. Вкратце, если говорить людей, которые никогда об этом не слышали, то рабочая температура двигателя эффективная, порядка 95 градусов, плюс-минус. Это если говорить о гражданских моторах. Для современных двигателей уже лет 20 в BMW используется так называемая высокая точка термостатирования, сделанная для удовлетворения требований экологии. Но не бывает так, чтобы какие-то преимущества были достигнуты без жертвований чем-либо. В данном случае это надежность, потому что такая высокая точка термостатирования требует поднятия давления в системе охлаждения. У всех современных BMW последние лет 20 уже порядка 2 атмосфер предельное давление. У старых BMW было 1,4. У классических автомобилей 1,1, то есть это 10% избытка. В связи с этим от температуры стареет пластик, стареет резина. Этого достаточно, потому что пластика резина это 30% современного мотора. И, конечно, рабочую температуру нужно снижать. Для современных M-моторов, я имею в виду спортивные модификации, у BMW прошивки так и остались на уровне 100-105 градусов. Это однозначно говорит о том, что для спортивных двигателей, где экология несколько ниже требования BMW, сама понимает, что высокая температура не нужна. Плюс высокая температура, в дополнение ко всему, увеличивает риски детонационного горения, увеличивает нагрузку на вентилятор. То есть, на самом деле, на электровентилятор, который сам по себе стоит довольно больших денег. Как обезопасить себя? Что нужно сделать? Вот купил я машину. Какие мои должны быть действия, чтобы продлить срок службы и надежность увеличить по автомобилю и по мотору? Где-то с 2011 года я предложил механическое решение проблемы. То есть, конкретно доработанный термостат механический, который ставится на пониженную точку открытия, и температура падает на 10-15 градусов. Не так давно мы стали предлагать электронную коррекцию. Она несколько более умная, но там есть нюансы, но они несущественные. Сейчас мы ставим электрический корректор. Раз. Замена масла оригинала на какое-то другое? Масло имеет очень опосредованное отношение к средней температуре двигателя. Поэтому масло это отдельная тема. Она актуальна для всех двигателей вне зависимости от установленного термостата, потому что температура в цилиндропоршневой рабочей, они в три раза превышают номинальную температуру двигателя. При этом современные масла просто не рассчитаны на такие температуры. Очень частый вопрос. Вот берем линейку пятой серии F10 N20. Есть мотор со схожим индексом, даже точно таким же, но это 528, который на 245 сил. Скажите, пожалуйста, в чем же все-таки разница этих моторов? Потому что многие люди думают, что это одно и то же, мол, поставил прошивку, все, у меня теперь 528. Вопрос более чем часто задают. Отвечу следующим образом, хотя тут особо длинной подводки не нужно. Очевидно, что турбина дает немалую возможность для производителя, скажем так, ну не то, чтобы таможить их хитрее, но сегментировать рынок более эффективно. И у вас на базе одного и того же двигателя появляются как бы две разновидности. Отличие исключительно и только в прошивке. Отличие исключительно и только в прошивке. Ни в чем более. Это абсолютно нормальная практика. Разницы более никакой нет. Проверить это очень легко, хотя бы визуально осмотреть поршни. То, что они при этом хитрым образом декларируют отличие в степени сжатия, это такая аккуратная фишка, чтобы никто ничего не заподозрил. Идея в данном случае такова, что степень сжатия, единственная характеристика, которая декларируется как отличие, она актуальна для атмосферных двигателей, для турбомоторов. Надо рассматривать в совокупе исходную степень сжатия и коэффициент наддува, то есть коэффициент избытка воздуха. Поэтому это фактически два сообщающихся объема или два смежных понятия. Когда люди видят степень сжатия несколько более высокую, они говорят, что отличие в этом. Первое. Новая поршневая на этот двигатель идет совершенно такая же, как и на 28 серию. Они одинаковые. Действительно были отличия визуальные. Но сейчас это один и тот же поршень. Второе. Отличие в степени сжатия половинку никакого сравнения не выдерживает с избытком наддува, которое вам фактически в 28 версии заметно добавляет. Вкратце так. То есть простыми словами я услышал то, что первое, степень сжатия условно она выше, но условно она такая же. Касаемо поршневой. Визуально, как выяснилось, одно и то же. Просто я был одним из тех, как бы вы мастер, вы занимаетесь машинами. Я читаю отзывы, смотрю. Я как раз думал так, что отличие в поршневой все-таки есть. Поршневой были в ранних выпусках. Сейчас поршневая идет одна и та же. Но более того, если даже забьем на этот факт, пускай поршневые разные, к турбонаддуву это не имеет никакого отношения. Мы можем дуть 10,5. Вот 528 можно сильно надуть. По-моему, если вот на скидку не ошибаюсь, там будет 300 сил и 440 ньютонов момента. Сток 528 это 245 сил и 400 момента. Можете меня проверить. Так и есть примерно, да. Так вот, если даже 528 можно надуть, посчитайте сколько это в процентах, а это достаточно заметная разница. Посмотрите по цифрам, насколько можно надуть 528, которая фактически с того же блока будет снимать 300 и 440. Это пик как бы его форсировки, так называемый stage 2, когда ставят еще интеркулин. Так вот, если даже 528 можно надуть еще достаточно ощутимо, то что здесь переживать, если у вас мизерная разница по степени сжатия, а вы хотите надуть ее всего лишь в сток. Если там есть запас, даже там есть запас, то что переживать из-за мизерной разницы в сжимающихся объемах, вы же не хотите. На самом деле, конечно, и эту, если это модификация на менее чем 245 сил, ее можно надуть в те же самые 300 сил и 440. Но я говорю, если потолок высокий, то что бояться? Если у вас рост 1,60 метра, а потолки 3 метра, вы меня спрашиваете, а что если придет мой гость, который мой друг 1,85 метра? Да, конечно, поместится. Ребята задают вопрос, есть ли смысл и есть ли опасность в прошивке до 528? Но они ставят этот вопрос так. Одно дело, вот я купил машину на 16-го года с пробегом 37 тысяч, и я ее сейчас буду прошивать. А другое дело, первые 10 моточасов, когда только купил автомобиль, тогда все будет идеально. Ну, голопом по Европам попробуем совсем сжатые и краткие. Первое, никакого понятия обкатки в современном двигателе не существует, даже близко нет. Об этом есть даже, как ни странно, официальные документы производителей железа, это Малей и Кальбеншмидт. У них есть PDF, где я их выкладывал лет 7 даже назад. Там написано даже открытым текстом, но нет такого понятия сейчас, как обкатка. Нет такого понятия 10 моточасов, 100 моточасов, 1000 моточасов. Есть понятие исправный и неисправный. Все, что посередине, тоже очень тяжело запихнуть и как-то скоррелировать с вот этой необходимостью прошивки. Ответ на ваш вопрос следующий. Шейки в любой момент. Теперь, что касается ресурса. У этого двигателя есть конструктивные особенности, которые, конечно же, ограничивают его ресурс. Конечно же, если вы чипанете машину, несколько увеличится рисковость того, что эти проблемы вырастут быстрее, проявятся несколько быстрее. Но здесь тоже надо понимать следующую вещь. Как у самолета режим «Форсаж». Условно, 10% мощности двигатели могут в каком-то незначительном промежутке времени выдавать. То же самое с чипом. Чип никак не влияет на ваше движение в обычном режиме. То есть, если вы без всякого чипа начинаете ездить газ в пол, вы порвете коробку 1050, а то и быстрее. Проявится все, что может проявиться вот на этом моторе. Я сейчас не буду список это перечислять, хотя он есть. Так вот, все это проявится быстрее. Если же вы чипанули и раз в неделю нажимаете газ в пол, это вообще на что не повлияет. Супер. Я вот честно говорю, жуть как интересно, но на самом деле вы развеиваете все вот эти мифы, о которых постоянно идут споры. Я вот на самом деле полностью тут согласен, что если чипануть, выехал ты на трассу для уверенного обгона, дал газ куб, поехал. Когда человек знает, спорить в общем-то не о чем. Здесь есть истина. Я не понимаю, о чем здесь можно спорить. Я что только не читал про чиптюнинг. Есть какая-то статья немецкого персонажа. Она у меня до сих пор немецкий какой-то там автор, который в Германии занимался, имел отношение к BMW. Вот он там пишет, что чиптюнинг это, наверное, самая такая статья, в которой человек пишет какие-то феноменальные вещи, что там поршни отбираются на конвейере, какие-то там другие сплавы, и только тогда можно их чиповать. Она известна, она популярна, вы ее легко найдете. Мнение немца про чиптюнинг забуглите. Это, наверное, просто у меня это за гранью, я такого выдумать бы не мог, потому что это абсурд. Что касается чипа, у меня вот все машины свои чипованные. Я понимаю, где постепенно вылезут проблемы от того, что они чипованные. Например, ресурс коробки. Если ездить все время газ в пол, ну понятно, что-то произойдет. Касаемо коробки, вот здесь стоит восьмиступенчатая. Одно и то же, что вот на 528-й, просто я слышал, что якобы они чуть усиленны. Насколько я помню, да. Во-первых, коробка это агрегат, который по отдельной спецификации соответствует. Вот у него есть там понятие, например, предельного крутящего момента. Это так же, как крейсерская скорость. То есть некое абстрактное понятие, на что рассчитана эта коробка. BMW X6 71-й кузов. То есть самый распространенный сейчас на дорогах X6 первого поколения. Его модификация BMW X6M. Так вот, коробка туда установлена одна и та же. Предельное значение крутящего момента для этой коробки 600 ньютон метров. Это стоковое значение обычного мотора. X6M 680. То есть формально туда установлена коробка с перегрузом по крутящему моменту. Более того, люди чипуют эти машины. И X6M, и обычный X чипуют. И ездят потом долго и успешно. То есть 100 тысяч такая коробка даже в перефорсированном виде проходит. Еще раз объясняю принцип. Это некое предельное значение коробки. То есть момент постоянно пульсирует в движении. Большинство людей, которые ездят по пробкам, вряд ли больше двух третей крутящего момента двигателя в спокойном режиме используют. Чтобы выжать из двигателя внешнюю скоростную характеристику, то есть газ в пол. Вот это и надо нажать газ в пол. Так вот, если вы будете ездить даже на двигателе, у которого предельный крутящий момент меньше, чем номинал, декларируемый производителем коробки, вы все равно ее порвете. Двигатель работает в режиме, ну по сути, да, это пульсация крутящего момента. И в коробке, если речь идет о том факте, когда же вы наконец сожжете фрикционы, еще много чего может сломаться. Коробка, современная коробка, это механическая часть, электрогидравлическая, с мозгами, которая называется мехатроном. Так вот, то, что масло в замкнутом этом контуре загрязняется продуктами износа фрикционов чаще всего, да, действительно, диски трутся. Диски – это карбонизированный металл, то есть там напыление, как правило, ну, скажем так, картон, бумага. Да, да, да. Это, по сути, диски ферадо, то есть, ну, не такие, как вцепление, но очень похожие на них. Вот они постоянно трутся, пакеты фрикционов трутся, масло загрязняется, плюс масло локально перегревается, вся эта дрянь начинает плавать по системе. Вы можете туда залезть, чуть-чуть масла слить, чуть-чуть свежего залить, и таким образом, это так называемая частичная замена, совершенно верно. Так вот, вы можете таким образом несколько замедлять загрязнение масла. На пару тысяч. Да, но при этом вы, скорее всего, будете вынуждены поменять пластиковый поддон, который, ну, конечно, не одноразовый, но очень часто течет, коробится, что только с ним не бывает. Плюс фильтр, плюс работа, плюс еще масло захотите, наверное, брендовое туда залить. Вы туда дадите, ну, так, на вскидку, пятнашку, так, по-хорошему, да? И вот если вы за 100 тысяч делаете 4 раза, это уже будет 1060. Возникает вопрос, может быть, стоит, фиг с ней она сломается, за 120, вы потом туда, ну, где-то 110 тысяч, если вот хорошо ее перебрать, 1110, и получите почти то же самое. Хотите поиграться вот в эту лотерею, да, это же не гарантия, это лотерея. Играйтесь, не проблема. Лишние деньги есть, я могу их подсказать, куда здесь пристроить, но если есть еще лишние, давайте менять там масло, я с удовольствием. Но это будет замена небольшого количества в грязном ведре, которым вы моете пол. Вы чуть-чуть отлили, чуть свежей воды залили, ну, конечно, если тогда швабру макнуть, еще раз, разводов будет меньше. Вот насколько меньше, выбирайте сами. В общем, промывка прошла, как вы видите, с двух сторон промыли два раза, сейчас продуем и будем устанавливать обратно. На самом деле, разница на глаза, особенно как только достали, все было в каком-то пуху, в мусоре, а сейчас они гораздо чище. Вот давайте на этой ноте тогда вернемся к нашему 20-му мотору. И вот скажите, пожалуйста, ваше мнение по нему в плане надежности, чтобы вы ему послали по пятибалльной шкале и ресурс, при условии того, что я его купил, я буду ездить аккуратно, я буду менять масло раз там в 8 тысяч, то есть я машину не носил, используя в штатном режиме город-трасса. Вот в таких условиях. У этого двигателя каких-то уникальных проблем, которые нигде бы не встречались, наверное, нет. Все, что у него есть по проблемам, это общие BMW-шние болячки, которые в этом двигателе, повторюсь, с рестайла, это сезон 2013 года, модельный год американский, это середина 2013 года, как правило, вылечены, основные вылечены. Самая главная его болезнь, цепь привода балансированных валов. Там очень слабенькая цепочка, и она растягивается. Как только она растянется, коленвал начнет голодать маслом. Мотор заклинит. Ремонт будет очень серьезный. А диагностировать как-то это можно? По стуку, если успеете, если успеете услышать, что она позвякивает, глушите мотор, эвакуатор, разбирается вся передняя часть, достаем цепочку, ставим новую. Новый хватит тоже тысяч на сто. Офигенно, блин. В новых BMW, они ушли от такой системы, и если откроете деталировку нового BMW, там сейчас такой проблемы быть не может. Там жесткое зацепление, в котором нечего растягивать. Балансированные валы, насколько я помню, уже без цепочек. Привод прямой. Блин, понятно. Те, кто не меняет цепочку на этих двигателях, они фактически играют с огнем. Это первая болезненная тема. Еще раз повторю, это конструктивно, это невозможно изменить, это возможно на это чуть-чуть повлиять, но переделать невозможно. Это можно только конструктивно изменить, что и сделано в поколении двигателей B. Это первая проблема. Вторая проблема. Турбина здесь расположена. Турбину мы, конечно, не увидим, но она расположена на блоке, вот там, между вторым и третьим цилиндром. Цилиндрами весь жар турбины, а это в среднем градусов 600-650, постоянно передается на блок. Как только вы глушите двигатель, вот эта печка начинает воздействовать на, назовем ее, цилиндровая вставка. Это так называемые блоки open deck. В этом двигателе цилиндры, эта вставка, она очень пластичная, мягкая, и весь жар от поршня и на фоне тепла от турбины тоже туда передается. Представьте, что у вас, когда двигатель остановлен, две грелки. Одна изнутри греет, вторая греет снаружи. И вот, если тепловизором рассмотреть, это будет огромное малиновое пятно. И вот если люди ездят по трассе километров 300-350, на скоростях 140-160, когда двигатель работает на крейсерском режиме, там достаточно большая теплоотдача, а теплоотдача в современных двигателях считается очень просто. Средний КПД порядка 30%, 30% выхлопные газы, 30% систему охлаждения. Так вот, считайте, у вас вот эта печка под капотом, она эквивалентна той мощности, которую вырабатывает. Она у вас потребная мощность для движения по трассе, особенно если скорость высокая. Но я думаю, киловатт так 100 плюс-минус есть. Представьте, 100 киловатт печка, и вы в какой-то момент раз и выключаете, побегать в шубе и остановиться. Наверное, начнет потеть. Вот здесь происходят абсолютно все процессы, которые только можно вообразить от температуры, сразу же после выключения двигателя. В дизелях, которым на это почти наплевать, ставили турботаймеры. Когда чуть-чуть поработает? Сейчас такого понятия нет, хотя вот сюда турботаймер, он просто просится. Сюда не нужна Вебаста, сюда нужен турботаймер. Сейчас прямо правильно понял, что если проехал 300 километров, остановился, дай поработать. Конечно, конечно. 15 минут в идеале. А знаете, чем спасает? Человек приезжает, он же едет куда-то 300 километров, он по городу вот эти 15-20 минут едет потихоньку. Добирает. Но, если вы, кто-то же останавливается на бензоколонках и глушит мотор. В этот момент, если масло грязное, вся грязь из масла растворится, осядет в турбину и осядет в поршневую группу. Вот те, кто раньше менял масло перед дальней поездкой, они были не дураки, они что-то об этом подозревали. Я вас понял. Сергей, давайте поставим оценочку. Вот по вашей пятибалльной шкале этот мотор заслуживает. До рестайла, я бы сказал, риски очень высоки. Это 2-2,5 балла. Это опасный мотор, если туда не лазить. Если там все сделано правильно, и либо мотор рестайл, это так по-хорошему, с запасом года 14-го брать, если там уже все сделано. У вас уже электротурбина с электроприводом, так называемый, невакуумный привод. Плюс, это, кстати, очень хороший индикатор рестайловости. Видите электротурбину, скорее всего, это рестайл. Там были промежуточные моменты, но если электрошток, это можно в интернете все посмотреть самому. Если стоит электротурбина, мотор рестайловый, то я бы сказал, 4-4,5 балла, если все делать правильно, он заслуживает. И при условии, что 4-4,5 балла там до, грубо говоря, до 200 тысяч. Да, после этого пробега, еще раз повторю, скорее всего, немалые шансы разожмет. Здесь так называемый блок OpenDeck, это сэндвичевая конструкция для улучшения охлаждения, на которую BMW перешли поспешно году в 2005-м. Ну, так вот уже массово. И сейчас от нее полностью отказались, потому что до них дошло, что делать конструкцию с вот такой, по сути, жидкостной прослойкой, то есть это, она непрочная, она механически непрочная. А если еще туда люди зачипуют что-нибудь, то есть она постоянно работает вот так, она дышит. К 150-250 тысячам, скорее всего, разожмет, начнется расход масла и прогорит поршень. Это один из вариантов. Еще вариант, заклинит коленвал, но это маловероятно, и, скорее всего, не по причине того, что разожмет блок. Но еще раз повторю, блок может из-за его конструкции 1200-250 не пережить. Если увижу этот двигатель выше 250 по городу, я вам первый, кто об этом скажу. Так, пока видел 200, уже в очень стремном состоянии. Офигеть. В старых бензинах не было никакой сажи. В прямогонных бензинах сажи нет. Возьмите, купите бензин для зажигалки зипа и сожгите его. Он будет гореть чисто. Но у него очень маленькое октановое число. Чтобы произвести современное топливо, делают примерно то же самое, что делают на производствах апельсинового сока, когда апельсины стирают целиком. КПД выхода сырья гораздо больше, и октановое число его выше. Но вкус так себе. Вот то же самое современный бензин, они коптят. И вся эта грязь, когда у вас двигатель работает, через кольца уплотнительные попадает в картер. И масло его удерживает. Я имею в виду масло картер, то есть в данном случае в поддон, где масло плещет. Поэтому масло загрязняется. И вот если вы поехали очень далеко, на масле, на который вы проехали 5-6 тысяч уже, вы еще поехали тысячу по трассе в Казань. И вот останавливаетесь в Казани, глушите мотор, вся грязь тут же выпадает в турбину, которая здесь ходит, дай бог 100 тысяч. Это предел. 100 тысяч от турбины не перехали. Открываешь, она вся грязная. Потому что циркуляция. А мыть или менять? Только ремонт. Ну а как ее отмыть? Ее разбирать надо целиком. А в поршневую вы тоже не залезете просто так. BMW использует так называемые комбинированные кольца. Это очень тоненькое колечко, мы можем потом заснять его, показать. В котором очень маленькие дырочки для того, чтобы туда проваливалось масло. Вот на этих двигателях BMW всех этих проблем наелся. И по-моему, с 12-го года, если я не ошибаюсь, выпускается этот мотор, у него дренаж уже полноценный. Как бы у старых моторов в годах так в 50-х, 60-х послевоенных. Поэтому для этого двигателя залегание колец, а точнее, если говорить, даже не залегание, загрязнение масла дренажа гораздо меньше выражено, чем для двигателя BMW M54, который в среднем очень хороший двигатель, но за 40 тысяч у него можно полностью запечатать масло дренажом и будет дымить сезон дыма. Сергей, а раз вы заговорили за бензин, вот смотрите, многие говорят о том, что надо лить только 95-й, так сайты производитель, плюс к всему все говорят о том, что, ну все это я там, мастеров, о том, что в России нет там 98-го, 100-го, якобы это все присадки. Вот проясните вашу ситуацию и какой бы вы посоветовали бы лить сюда бензин? Ну, еще раз, я стараюсь совсем сжато ответить, потому что, к сожалению, ну, понятие октана, что такое октан, оно отсутствует в современном автолюбителе, я не встречал еще даже хоть примерно правильного ответа, да, теперь, октановое число это очень приблизительный параметр, характеризующий дитонационную стойкость, ввиду того, что эти моторы дожаты, сюда надо заливать максимальный октан, который сюда пролезет, который вы купите на заправке, никакого понятия там грязные бензины с присадками высокооктановой чистой не существует, я уже сказал, все бензины грязные по определению, кто сомневается, открываете стандартный бензин, видите, содержание ароматических углеводородов, там, и смотрите на процент, 35 процентов, это и есть сажа, если это не грязь, объясните мне, что это? Это первое, второе, если вы откроете лючок, там, скорее всего, будет написано что-то типа 92, или там 91, 95, 98, 100, 101, 102 НХ, то есть и выше, это говорит о том, что двигатель, по сути, любой современный, мультитопливный, почему это? Потому что у BMW года так, опять же, с 90-го, когда появился двигатель М50, стали уже, я почему говорю про BMW и про года, потому что у BMW всегда у всех все появляется первым, в отличие от всех, вот у BMW появляется все первым, так вот у них уже лет, получается, 30 скоро, сюда ставятся датчики детонации, которые вам позволяют залить любое топливо и не особо мучить двигателей, не, конечно, не А80, на А80 он не поедет, он на газ не даст нажимать, а вот на 92-ом вы уже потошните, в общем-то, нормально, на 95-ом поедете вообще легко, но, если вы его в жару, с учетом того, что я сказал, мотор горячий, поедете в горку и нажмете газ в пол, вы увидите, что машина как-то едет так себе, почему, потому что вы не заметили детонацию, а компьютер заметил и углы откатил, я так вам скажу, если машина не чипованная и стоковая, 95-ый переварит практически любой современный мотор, если вы тошнете в пробках, если же вы будете есть на них газ в пол, заметьте, что он туповат, вот как раз в этом случае заливайте сюда АИ-100, который сейчас переименовали 98-ый, по сути, то же самое. В общем, я могу сделать такой вывод, что как вот на некоторых японцах, что 300-400-500 тысяч и я только масла, это не брать автомобиль. это совершенно другой по технологии производства двигатель, который не рассчитан на... Здесь нет кондовых поршневых, которые вот на тех японцев, которые вы тут развиваете, а японцы все заимствовали у американцев и очень долго, там у некоторых европейцев и очень долго сами продолжали производить двигатели по сути 80-х годов, но облагорожены. Если ты досмотрел ролик до этого момента, я просто аплодирую тебе стоя. Это означает, что тебе действительно было интересно эта полезная информация. Друзья, в процессе монтажа я понимаю, что ролик получается часовой, то есть час десять. Я просто побоялся делать одним роликом вот все, что мы поговорили. Я вам предлагаю сделать так. Вот сейчас мы делаем небольшой перерыв, попить чай, покушать, переосмыслить всю информацию, которую сказал нам Сергей, написать ваше мнение в комментариях, а через недельку я выложу вторую часть. На момент выхода этого видеоролика на дворе 18 июля 2019 года, вторая часть выйдет ровно через неделю, где мы поговорили про другие моторы, где мы поговорили про систему полного привода, про ее надежность, про вообще вложение, кому стоит покупать автомобиль BMW, кому не стоит, с каким пробегом, в общем, там тоже полезная информация, включая и про масла. Там будет минут на 30, поэтому ставьте лайки, пишите ваши комментарии, обязательно все контакты Сергея именно на его блог я оставлю в описании, потому что там действительно есть что почитать, человеку ведет уже более 7 лет. Я вас никогда об этом не просил, друзья, но если вам этот ролик показался интересным, обязательно поделитесь им с вашими друзьями, кто также интересуется маркой BMW. Огромное вам спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Через недельку, как и обещал, выйдет вторая часть.